Добрый день, дорогие зрители нашей программы, профессионалы и любители кино. Меня зовут Зарина Ахмадулина, в эфире шоу Кино Татарстана. Сегодня у нас в гостях кинорежиссер, композитор, кинооператор и сценарист Амир Маратович Галиаскаров. И режиссер, сценарист, продюсер, композитор, член Союза кинематографистов России, преподаватель Казанского государственного института культуры Алексей Александрович Барыкин. Современные реалии развития кино требуют и новых идей, решений, подходов и новых локаций, их разнообразия. В России огромные, многонациональные, с этим проблем быть не должно. Казалось бы, региональные фильмы, снятые в родных просторах и про местную жизнь должны набирать популярность и выстреливать. Однако не случайно темой сегодняшней программы является вопрос, есть ли кино в Татарстане. Мы провели опрос среди казанцев, целевой аудитории республиканского кинематографа. Внимание на экран. Разные. Наверное, больше какое-то психологическое. Вообще, наверное, даже люблю работы Балабанова. Интересно. Мы смотрим разные кино. Ну, я смотрю разные кино. Я люблю фантастику, наверное, больше. Что-нибудь постапокалипсис какой-нибудь. Вот. Ты? Я фильмы, в принципе, смотрю достаточно редко, чаще читаю книги. Я больше люблю мультики. Скорее всего, боевики, комедии. Я смотрю разные кино, но боевики в основном. Я обычно люблю боевики, потому что спортом занимаюсь, боевыми искусствами. Мне интересны эти сцены, то есть, где там происходит как бы решение вопросов двух мужчин путем как бы физической силы. Детективы. Я люблю кино нулевых, 2010-х, что-то такое ретро. Детективы и всякие те, на которыми нужно задуматься. Может быть, великий Гэтсбер. Я легенда с Уилл Смитом. Бойсовский клуб. Легенда о волках. Это ирландская карту-залон. Пускай будет Джон Лик. Бриллиантовая рука. Ну, мне нравится фильм Джон Лик в данный момент. А так я больше люблю, наверное, фантастические, вот. Ну, и боевики тоже. Шерлок Холмс, конечно. Причем наш Шерлок Холмс. Наверное, это 10 причин моей ненависти. Самый любимый фильм? Ну, я так не могу сказать. Почему? Потому что в детстве они были одни. В каком-то более зрелом возрасте были другие, теперь третьи. Поэтому назвать какой-то отдельный фильм я не могу. Нет, не знаю. Нет. Меня нет. Тоже не помните? Толь. Из какой сферы митинства? Ну, видимо, из кино что-то. Сценарист такой. Сценарист? Вполне возможно, да. Может быть, актер. Ну, либо он режиссер, либо он продюсер. Что такое? К сожалению, нет. Предположите, в какой сфере он может быть? Ну, я думаю, из сферы кино, если мы про эту сферу говорим. А мир Галиаскаров? Да. Ну, наверное, какой-то татарин известный. Ну, да. А так не знаю. Я думаю, что это сценарист и режиссер. Потому что у него имя такое, подходящее для этого. Нет. Мы приехали к вам в гости из города Героя Волгограда. Нет. Не знаю. Смотрела. Я бывала на фестивалях различных, кинофестивалях. И там пару фильмов смотрела. Но сейчас не вспомню, как они называются. Нет. А может смотрели, просто не знаем, на самом деле. Нет. К сожалению. Не доводилось. В Татарстане. Живы ли вы? Смотрел я. Какой фильм? Ну, хорошо. Я в нем участвовал. Ура. Со стороны камеры я участвовал. Я помощник режиссера. К сожалению, не смотрел. Ну, я гость города. Я приехал на несколько дней сюда. Наверное, нет. Так. Ибн Фадлан. Я даже принимал участие в массовке. Вообще классно. Потому что он как раз связывает татарский народ с тем, что как пришел ислам в нашу землю. И те культурные наследия, которые мы получаем от наших предков, они древние. И позволили нам прожить в мире и согласии. К сожалению, тоже не знаю. Почему? Потому что очень, конечно, хочется узнать. Узнать много именно про республику Татарстан. Хотя много читала. Про Казань. Про остальные города. Конечно, в связи с тем, что мы из Волгограда на своя, конечно, история. Но это очень плохо, что мы не знаем историю всех наших городов. Поэтому покупаем исторические книги и читаем. О фильмах, снятых в республике, степлом в душе вспоминают молодые люди, которые были сами непосредственными участниками съемочного процесса. Но, как мы видим, большая часть опрошенных не знают или не могут вспомнить кинокартины, снятые в республике. При этом, по данным регионального каталога кинопродукции «Татаркино», созданного в 2022 году только за этой организацией, занимающейся развитием кинематографов в регионе, числится 297 фильмов. Уважаемые эксперты, почему при достаточно заметном объеме производства региональные фильмы не имеют должной известности и популярности в республике? А к кому вопрос? Алексей Александрович, давайте вам. Почему не имеют в республике? Да, должной известности. Давайте так. Ну, во-первых, «Татаркино», то, что там называется 297. На самом деле, если взять «Татарстанское кино», только «Казанская киностудия» с 1961 года существует официально, с 1961. А реально первый игровой фильм был снят еще в 20-е годы здесь. И на самом деле, только каталог «Казанской киностудии» больше 4000 единиц насчитывал на тот момент. Ну, просто это что за фильмы? Это же, ну, 99% это документалистика. И из этих почти 300 фильмов в каталоге «Татаркино» тоже все в основном документалистика. Вот, а если взять... Ну, то есть, такой большой резонанс вызывает, естественно, картины. Во-первых, игровые, во-вторых, полнометражные. В-третьих, по возможности со звездами. И в-четвертых, чтобы, ну, вокруг них устраивали, так сказать, какую-то шумиху более или менее. А, ну, за всю историю «Татарстанского кино» не так много было фильмов, которые действительно, так сказать, вот прозвучали, да, таким образом. Но, во всяком случае, наверное, десяток фильмов достаточно ярких, интересных можно было бы назвать. Их больше гораздо, но я имею в виду тех, которые на российском уровне достаточно прозвучавшие на татарстанском. Вот. А потом, ну, надо понимать, что зрители, если ты просто с ним встречаешь зрителей на улице, и их спрашиваешь их, какое ты татарстанское кино смотрел, это либо они должны... Ну, вот здесь, видите, как-то у вас вот совпало, что прям съемочные группы тут... Да. Один из Эминфадлана знал, что Эминфадлан, да, а другой, значит, Исаннесес знал, что Исаннесес. Вот. Это же сообщество. То есть любители татарстанского кино... Есть кинотеатры, которые это часто показывают, есть сообщество, есть группы там в социальных сетях ВКонтакте, например, кто это смотрит. Там есть люди, которые очень неплохо это знают. А если взять просто широкого зрителя, условно, случайно встреченного на улице, они вообще не так часто ходят в кино. А если ходят, то это в основном, ну, какие-то блокбастеры, до этого были американские, сейчас, слава богу, отечественные наши пошли, да, но раскрученные все, не так уж много есть зрителей, которые далеко за этот предел выходят. Ну, допустим, давайте, наверное, потом я бы назвал десяток фильмов, которые, на мой взгляд, прям яркие-яркие татарстанские. Хорошо. На мой взгляд, одной из основных задач регионального кинематографа является показ многогранности жизни политичной России и ее творческого потенциала. Ведь у каждого региона есть свой уникальный киноязык. Хотелось бы узнать у вас, Амир Маратович, в чем заключаются основные особенности кинематографа Татарстана, его специфика? Я бы не сказал, что у Татарстана есть какой-то уникальный киноязык. Киноязык, он вообще международный, скажем так. Это языки композиции, скажем так, постановки кадра, актерской игры, ну и жанровости, идеи, сценарии, драматургии и много всего. А потом это все уже на это примиряется, как костюм, скажем так, национальная черта героев, место, где происходят действия и так далее. И поэтому я бы сказал, что у нас самая превалирующая идея – это «Человек из деревни», потому что у нас большинство фильмов рассказывают про либо деревенские истории, либо про людей, которые скучают по деревням. Чисто городских историй каких-то, особенно жанровых фильмов у нас очень мало. У нас в основном драмы семейные, очень мало фантастики, прям по пальцам одной руки пересчитать можно фантастические фильмы. Ну и даже криминальные фильмы, которые очень популярны были в России, и до сих пор популярны на любом телеканале сериала. В Татарстане не приживаются. Ротар, мне кажется, не хотят смотреть «Криминал», где участвуют татары. Либо это будет какой-то в стиле «Большого куша», но, знаете, такой комедийный, криминальный фильм. А вот именно серьезный криминалистик, что-то нас не любят ставить. Отсюда вытекает вопрос – какие темы сейчас являются более востребованными? Делается ли упор на темы современности, или чаще для производства берутся сценарии с историческим контекстом? Амир Малатович? Ну, надо, во-первых, считать, кто требует востребованное у зрителя или у государства, когда какие-то темы. У зрителя темы очень многогранные. Есть любители разных жанров. Мы можем найти любителей аниме. Почему нет татарского аниме? Кто будет обслуживать любителей аниме в Татарстане? Таких нет, к сожалению. Поэтому все идет, как говорится, сверху. Какие-то темы существуют, которые нравятся. Поэтому очень хорошо можно посмотреть фильмы соцреализма, где были всегда идеальные колхозы, доярки, рабочие заводы, которые творили будущее страны и одновременно решали свои любовные проблемы и находили семьи. Такая идеальная идиллия, счастливая. Вот, мне кажется, на такое кино и всегда будет спрос. По крайней мере, финансирование на это будет выделяться на такие фильмы, потому что они пропагандируют правильные ценности, какие-то семейные обязательно тоже ценности. И поэтому как раз-таки такое кино нужно государству. Зрителям нужно совершенно разное кино. Но, к сожалению, зрители не скидываются и не финансируют фильмы. Такое крайне редко бывает. Поэтому кино будет на данный момент пока что быть незрительским. Оно будет всегда немножко государственным. А режиссеры и сценаристы при создании фильма, они делают на данный момент упор больше на сценарий с историческим контекстом или берут темы современности для создания? Ну, исторический контекст – это имеется в виду экорнизация татарской классики. Да. Вот тогда это, да, получается, любое произведение, написанное лет 50 назад, и является историческим контекстом. И чтобы прям вот собрать какое-то массовое историческое кино про прошлое Татарстана, например, там какое-то «Казань» основывалось там, да, вот, когда я там завоевывал, «Иван Грозный». Таких фильмов, как раз-таки первый фильм Татарский был снят в 20-е годы, как раз-таки второе событие. А то, что сейчас, такого нет, не знаю почему. Видать, это очень дорого, очень рискованно, и мало кто готов вкладываться в такое дорогостоящее кино. А темы современные, то они все равно смотрят в сторону традиций. То есть, если брать какой-то фильм, комедию казанскую, или который там снят, они все равно пропагандируют определенные вещи, такие, которые в подкорке сидит у каждого жителя Татарстана где-то внутри. Любовь к родным, любовь и уважение к старшим, любовь к традициям, которые иногда доходят до смешного. Ну, это законы жанра такие. Поэтому, мне кажется, историческое кино снимается не потому, что хотят снимать историческое кино, а потому, что просто произведения написаны про те времена, в основном военные фильмы про Великой Отечественную войну и другие какие-то темы. Ну, далеко не каждый фильм дошел до производства. Я тоже в нескольких фильмах участвовал на этапе организации только, но до съемок так дело не дошло. Там тоже был XIX век, как татары переселялись в Турцию, скажем так. Поэтому фильм, к сожалению, не нашел отклика ни у кого в Татарстане, и он без спорта так не реализован, как художественный фильм. Насколько мне известно, флагманом регионального кино сейчас является Якутия, где в начале 90-х появилась национальная компания «Сахафильм». По данным сайта «Кинорепортер» сейчас в местных кинотеатрах около 40% репертуара составляют фильмы локального производства. Алексей Александрович, с чем, по вашему мнению, связан бум якутского кинематографа? И почему у татарстанских зрителей нет такой заинтересованности в своем кинематографе? Такая, на самом деле, большая тема, и она эволюционирует. То есть то, что можно было сказать года три назад, сейчас уже немножко по-другому это выглядит. У якутского кинематографа и свои проблемы есть, так сказать. Бум связан с чем? Если говорить вообще о лидерах национального кино, имеется регионального кино, да, и вот мы говорим, кто лидер? Якутия, Татарстан, в том числе, среди лидеров Башкирия, Бурятия и так далее. Вот что их объединяет? На самом деле, лидеры — это регионы, в которых есть живой настоящий язык, на котором говорят многие люди. Вот татарский язык, на нем действительно много людей говорят и готовы общаться. В Якутии то же самое, в Башкирии то же самое. Почему? Потому что, ну, грубо говоря, мне вот очень нравится, мы, по-моему, даже с Амиром делали там, ну, со студентами делаем, знаете, такой тренинг классный. Говорю, представь, что ты снял какой-то фильм, и ты пришел в кинотеатр, и вот там он на газальник, и висят такие афиши. Значит, вот здесь висит какой-нибудь марвеловский, значит, супергеройский фильм, здесь, например, какая-нибудь комедия с комедия-клаб со звездами, здесь какой-то, значит, ужастик, а здесь диснеевский мультфильм трехмерный, а здесь твой. И вот просто, ну, афиши твоего фильма, любого твоего. И вот скажи, первое, кто тот зритель, кто пойдет не на это, не на это, не на это, не на это? Вот на это? И во-вторых, почему? Почему вот эти четыре других остальных? В этом проблема, почему на эти фильмы не ходят? Потому что, ну, ты создай такой фильм. Вот один из факторов, почему люди пойдут туда. Потому что, например, Москва может снимать шикарные фильмы, Голливуд может снимать шикарные фильмы, но никто не снимет фильмы на татарском языке для нас. Если зритель хочет посмотреть фильм на татарском языке, он пойдет сюда, и это что получается? Вот этот вот язык, татарский ли, якутский ли и так далее, он создает некий такой вот маркетинговый пузырь, зону, в которой вот все остальное подвинуто. То есть, грубо говоря, вот в нашей нише людей, смотрящих на якутском, они придут только сюда, а вот эти четыре остальных фильма вообще не будут рассматриваться, потому что это вот наше. Другое дело, что этот зритель может быть не так широк, но зато он преданный этой зоне. Это первый фактор. Второй фактор. Якутия, это вообще, если там были, ну, представляете, насколько это... Понятно, что это континент, но это на самом деле такой остров очень оторванный, то есть совершенно реальность такая, что ты вышел условно там из населенного пункта, и перед тобой вот так четыре тысячи километров лесов, и это ты там не встретишь вообще никого, кроме медведей. И у них совершенно, у них такое замкнутое сообщество, которое интересует своим очень сильная национальная культура, очень много национальных, как это сказать, преданий, вот этих вот шаманских традиций. Мы когда были на этом празднике в Исаах, это просто, ну, что-то потрясающее, конечно. У нас даже вот президент нашей республики, когда был, говорит, с нашими сабантуями разве сравнишь? Там до горизонта вот такой вот праздник, гигантская толпа, и до горизонта, которые вместе с шаманом, значит, читают вот эти... Шаман произносит как реплики, да, а огромная толпа в национальных костюмах повторяет за ним такое, как гигантское моление. Да, и вот ты смотришь на это и понимаешь, что этот народ реально прям вот своё любит. Они любят своё. У нас в Татарстане, мы давно говорили, когда первые только начали выходить, ну, грубо говоря, лет восемь назад начали появляться татарстанские фильмы, именно ориентированные на зрителей в кино, и именно рассчитанные на то, что давайте пригласим зрителей в мультиплексы, будем выходить в Киномаксы, будем выходить там в Синемо 5 и так далее. И говорили, что вот смотрите, как в Якутии получилось вот так, так, по таким-то рецептам, мы тоже это сможем сделать. Не получается, вот как в Якутии, потому что зритель... Видимо, это другое, мы не остров, мы рядом с Москвой, зритель по-другому ориентирован. Он, ну, вот не удаётся такого... То есть в Якутии зритель прощает... Там другая логика, он может тебе прощить даже не очень удачный фильм, потому что это наше. Мы болеем за наших, и мы готовы пойти на своё, потому что вот оно нам родное. У нас в Татарстане вот такого зрителя, ну, скажем, не то, что нет, его мало. Говорят, ай, что это такое, я пойду на американское, я пойду на какой-то блокбастер. И вот что-то такое с менталитетом. Ну, правда, это связано не с качеством фильмов, есть прекрасные фильмы. Возьмите какой-нибудь, не знаю, Вебинот, превосходный фильм. Почему в кинотеатрах не пошёл? Ну, вот не пошёл, да. А, как бы, призов и признания у него очень много. Вот, но при этом Якутии, опять-таки, они очень быстро сталкиваются с ситуацией, что, с одной стороны, ну, во всём Якутске четыре кинотеатра, они собирают условно какие-то, может, фильм пять миллионов собрать, восемь миллионов собрать, ну, шестнадцать, там, по-моему, рекорд, что-то около того. Но это их потолок. Потому что, вот фильм, снятый для своих, у них просто дальше зрителей уже больше нет. То есть за пределы Якутии не выходят? А? То есть за пределы Якутии не выходят? Стараются. В фестивальном плане выходят. В фестивальном они везде. И московские международные, там, и Каннские, Венеция, Берлинали, там, везде сейчас, в Восток, естественно, весь попадают. А вот как зрительское, хотя сейчас можно и в онлайн кинотеатрах увидеть и так далее, вот якутское кино не очень идёт. Опять-таки, вот, ну, непонятно. Допустим, на якутском языке фильм, язык это как польза для фильма, так и большое препятствие для него. Вот, например, наши фильмы на татарском языке. Если ты к дистрибьютору приходишь и говоришь, что он на татарском, многие дистрибьюторы вот так сразу, нет и всё. Мы не работаем, мы не будем работать с фильмом на татарском языке. Неважно, какие там достоинства, неважно, какие там звёзды. Потому что мы уверены, что зритель должен смотреть на своём языке или никак. Даже с дубляжом не хотят смотреть. Вот, соответственно, фильм на якутском, и многие зрители, за исключением ценителей, говорят, мы не хотим. Потом, ну, якута, у них там этническая вот эта вот своя особенность. Всё-таки этнические типажи лиц, там прекрасные актёры могут быть. Ну, они, например, ну, как сами, да, рассказывают, ну, мы не можем поставить, например, братьев Карамазовым. Либо это будет такое вот очень этническое переосмысление, да, этого всего. Как, допустим, Акира Курасао в Японии ставил, там, Горького на дне, да. Но, ну, понимаете, да, там совсем другая, другой типаж, другая натура, другие лица. И, соответственно, много они, ну, вот, то есть, в общем, у них есть как достоинства, так препятствия. А мы можем, кстати. То есть я к тому, что вот татары, в общем, они не настолько, скажем, этнически, что ли, отличаются. То есть совершенно нормально татарские актёры, которые играют там в европейских героев, героев Шекспира, например, и это прекрасно. Ну, то есть это выглядит совершенно органично. Ну, это просто, ну, вот, естественные такие обстоятельства национальных регионов, что ли. Спасибо за ответ. В Татарстане, как таковых, самостоятельных киностудий не существует, соответственно, и нет никакой конкуренции на кинорынке. Почему? Они, конечно, существуют и конкурируют между собой, разумеется. Их довольно десяток, наверное, не меньше таких серьезных. Они, наверное, они известны? Вот я просто такой информации на интернете не нашла. Ну, в своей среде известны. Естественно, не так известно, что там Paramount или Universal. А есть ли какая-то конкуренция среди режиссеров и творческих групп в республике? Да я бы не сказал, что есть, потому что у нас не такой большой поток, чтобы как-то плечами другу бодать. Человек, когда каждый режиссер или там, не знаю, продюсер находит какую-то идею и год, два, три с ней носятся, либо на нее финансировали, либо не находят и производят. Поэтому я не вижу, что какая-то конкурентность есть. Если только в плане техники, то есть когда наступает лето, там постоянно все разобрано, сложенную технику взять в аренду, потому что все желают, все снимают. Но я бы не сказал, что идет какая-то борьба за бюджеты, за зрителей, еще за что-то. Потому что пока все еще раскручивается, дальше будет это более заметно, пока что я не вижу. А в чем они могут конкурировать вообще? Они могут конкурировать за деньги? Ну там, наверное, происходит какая-то, допустим, когда государственный конкурс и несколько человек там претендуют на один лот, ну возникает какая-то конкуренция. За зрителя у нас слишком мало фильмов выходит, чтобы сказать, например, что, как в Москве, например, я хочу вот именно в эту дату выйти, а ты у меня, допустим, я хочу, у меня детский фильм, я хочу выйти на детские каникулы, а ты одновременно со мной хочешь выйти, и мы с тобой конкурируем за одного и того же зрителя, да у нас слишком мало этих фильмов. А может быть конкуренция в плане каких-нибудь конкурсов, фестивалей за призовые места? Да, тушная, да, но вон фестиваль мусульманского кино, там практически все татарстанское так или иначе выставляется, ну не знаю, сказать, что это конкуренция, вариант ли. Алексей Александрович, как на данный момент обстоят дела со специалистами в киноиндустрии Татарстана? Как вы вообще оцениваете общий уровень подготовки студентов, как преподаватель? Да, прекрасное. Да, я соглашусь, все есть. Да, да все есть. Есть сейчас и хорошие режиссеры, и хорошее, возьмите, вот Амир, сколько уже, три, да, у тебя полных метров, да? Три, да. Возьмите Ильша Тарахимба, да, который, однокутник Камира, который сейчас, как мы надеемся, с Микулаем сможет, может быть, и федеральный прокат хорошо, да, прогреметь. Возьмите Равстама Рашидова, Салтана Сунгатулина, Алису Галиеву, да, много есть. Это именно, я сейчас назвал Оксану Сенчугову первичных авторов, то есть те, которые могут придумать кино, его создать, снять. А много технических специалистов, их много, осветителей много, есть звукорежиссеры хорошие, есть хорошие операторы. Операторов вообще много, ну, как обычно, прям очень-очень хороших не так много, но вообще, вот операторы, там много представленных хороших ребят. Как обычно, кого меньше всего, так это хороших сценаристов. С этим беда, и как бы, ну, приятно, когда есть авторы, которые еще и сами могут писать, которые, ну, это и молодые, и постарше, да. То есть, меня иногда спрашивают, а сколько вот можно, ну, например, одновременно снимается несколько фильмов. Сколько можно одновременно собрать команд, так, чтобы вот одновременно, например, больших фильмов снимать. И всем хватило операторов, светиков, звукорежиссеров. Ну, как думаешь? Я думаю, наверное, фильмов четыре точно. Да, четыре. То есть, вот если мы четыре фильма сейчас начнем снимать прямо день в день, на нас, на всех, хватит специалистов, чтобы четыре фильма обеспечить всем, что нужно. Может, и больше найдем. А можно ли как-то сравнить уровень подготовки студентов в республике с уровнем столичных специалистов? На много ли он отличается? На самом деле, это одни и те же люди. Это одни и те же люди. Сюда приезжают такие же. Столица, кто работает. Те же самые наши. У нас очень много ребят наших, которые уезжают туда, в столицу, там снимают. Немножко другой формат работы. То есть, ну, скажем, если в регионах работают с более небольшими бюджетами, с небольшим бюджетом можно снимать там прекрасное кино. Ну, возьмите, не знаю, французскую новую волну или это. У них бюджеты были крошечные, или вообще некоторые без бюджета снимались. И там это великие фильмы, которые остались в истории, там великие призы и так далее. Но там сам процесс другой. Имеется в виду процесс работы, допустим, в московском большом продакшене. Это много людей, в общем, много агентств. Когда тебе кто-то надо, ты не заморачиваешься, чтобы сказать, ты, допустим, агентство, сделайте мне актеров, они тебе делают под ключ. Сделайте мне локацию, они тебе делают под ключ, да. И это все выглядит как такая машина, в которой вот шестереночки, каждая шестереночка друг к другу прямо вот подходит. И все знают, вот тебя на эту должность, ты там второй режиссер, а ты какой-нибудь ассистент там такой-то, ассистент такой-то. И вот это все складывается вместе. А у нас получается, что команда меньше. Соответственно, очень часто в каждой команде один человек выполняет по нескольку функций. Очень часто они друг друга могут подменить. И, ну, то есть обычная ситуация, когда, грубо говоря, там продюсер приехал на площадку, он же занимается организацией процесса, он же беспокоится о том, как тут люди поедят и во сколько. И он же, как шофер, один из людей, который на своей машине, например, их всех везет между собой. И у нас иногда как бы этого стыдятся, там, ааа, в Москве вот не так. Ну, как бы, ну, это не стыдно, это просто рационально. Это один из способов работы в кино, один из способов ведения бизнеса, да, работа маленькими мобильными, очень такими группами, где человек, да, сам может и монтировать, сам может и снимать, может и свет ставить, может и музыку написать, вот как Амир. Амир и сам, и сам и снимает, и сам себе музыку напишет на пианино. И этим гордиться, наоборот, надо, а не говорить, что. А вот в Москве там, вот типа, стакан актеру поднести с водой, для этого отдельный человек есть, ты кого-нибудь попросишь, другого человека, он скажет, нет, это не моя работа. Вот там стакана подносильщик, да, ну, конечно, мы в таком и таких ситуациях не работаем. В этом свои плюсы, минусы есть. Амир Маратович Алексей Александрович, а возникало ли у вас когда-нибудь желание перебраться в Москву, поработать над столичными проектами? У меня? Да. Перебраться? Перебраться, да. Нет, но если позовут, пойду, конечно. Тут же вопрос в том, что киношники, они чаще всего творческие единицы, которые просто как свободные художники. Позвали сюда монтажером, смонтировал здесь что-то. Кушать хочется, позвали сюда вторым режиссером, там поработал немного. Вот, и просто так вот если сидеть на потоке в большом проекте, что ты этого закончил один фильм, тут сразу предлагают второй, ты опять, и вот ты живешь на эти деньги, таких кейсов в Казани пока еще нет. Все крутятся как могут, и один большой фильм у людей выходит, не знаю, раз в год, два максимум где-то вот, не так часто. И поэтому если предложение будет из Москвы, а там и зарплаты больше, там и бюджеты, и поприятнее работать в плане бездонности бюджета, скажем так. То есть когда я вот на одном проекте работал, в московском, только не вот, подруга моя работала, она сказала, что там был человек, который специально ездил в магазин и закупал разные сигареты. То есть есть человек, который всем покупает, у меня типа Мальборок, там красный, у меня ЛМ, там Black. Вот люди ездят, и тогда еще начали появляться только первые электронные сигареты, кто-то уже запрашивал тогда первые Айкосы. Вот он ездил и все это обслуживал. Вот кажется смешанным, тем не менее, когда киношники приезжают в какую-нибудь глухую деревню, и каждый хочет покурить то, что он курит, не знаю, там свой вид сигарет, свои электронки, свой вид, начинается беготня. И вот эта беготня какая-то бешеная. И есть специально человек, который все это глушит. Вот настолько у них какие-то бюджеты. И поэтому в этот мир окунуться московский, где есть продакшн, где есть очень много людей, где просто сам город 17 миллионов человек живет неофициально. Поэтому туда, мне кажется, любой бы поехал с удовольствием, потому что это, во-первых, опыт, во-вторых, это имя, в-третьих, это просто узнаваемость. Так что я не говорю, что надо, типа, вот, живешь в Казани, значит, снимаешь только татарское кино. Позвали в Москву, ты не имеешь права продавать в Казани. Поехал в Москву, ты предатель, ты изменил тут с московскими, да, типа, снимаешь казанское кино, а сам поехал снимать московское кино. Поэтому тут такого нет, и если позовут куда угодно, мне кажется, любой согласится, и все коллеги поддержат обязательно. Никто у нас такого нет, что, ой, уехал в Москву, там, типа, бросил нас здесь. Нет, ни в коем случае. Как только здесь есть проекты, люди из Москвы приезжают сюда. Смешно, конечно, это немножко. Алексей Александрович, а у вас возникало такое желание? Так нет, вот Амирович все правильно говорит. Вот нежелание, нет никаких, как сказать, в Москве мы или не в Москве. Все, ну, как, не знаю, как программисты, ты можешь работать на какую-то московскую, допустим, какую-нибудь крутую организацию, а сам находиться где угодно, там, во Владивостоке, например. Вот я только что позавчера, я вернулся из Казахстана. Деньги, заказ, который мы выиграли в Министерство культуры Российской Федерации в Москве, а фильм про знаменитого нашего казанского дирижера Рената Саловатова, который вместе с Гергиевым учился еще и практически привел его в Муринку. Такая легенда прям. Вот, а снимал в Астане. Так что тут какие проблемы? Вот сейчас снял в Астане, а сейчас, допустим, 1 числа поеду к Гергиеву, там, в Питер, да, например. Это московский заказ, а после этого я буду снимать, например, у нас в Болгаре по татарстанскому заказу архитектора Белой мечети, да, то есть вообще никаких ограничений нет. Вот сейчас в прокате идет трилогия моих фильмов «Святители Астана заступниц» мы снимали в Иерусалиме, в Ватикане, в Нью-Йорке, там, с московскими звездами, в Москве, в московском Кремле, снаружи, внутри, там, где угодно. То есть вообще нет этих барьеров. А вот у нас проходит, допустим, «Кино за 7 дней», такой проект, который собирается 10 команд со всего мира, а со всего мира это буквально со всего мира, Германия, Франция, Новая Зеландия, Китай, Вьетнам, Никарагуа, такие вот участники. И они должны в течение недели снять фильмы, причем это мы организовывали и во время пандемии, когда нельзя было переезжать, и мы делали фильм, где писался сценарий, работали одновременно в каждой команде две съемочные группы. Одна, например, у них в стране, одна в нашей стране, со всей разницей там в языках, в часовых поясах, между собой координировались там по соцсетям, большие сервера перекачивали информацию там по терабайту туда-сюда, видео это. Вот и в течение недели 10 команд сняли фильмы, ну то есть у нас, например, полфильма снято в этом самом «Всемруке» в декорациях, «Зулиха открывает глаза», а полфильма снято на берегах Ла-Манша, где высадка была в Нормандии с этими старыми танками разбитыми. Вот вообще никаких, а часть в Новой Зеландии, которая, наверное, противоположная, если взять точку от нас, наверное, где-то в Новой Зеландии как раз будет. То есть нет барьеров ни в России, ни в мире. Ну сейчас только если политически они искусственно возведены. А так, где сидит твое физическое тело, это не так принципиально. Амир Маратович, расскажите, пожалуйста, на собственном примере. Вот молодой татарстанский режиссер хочет снять фильм, где ему взять деньги? Существуют ли какие-то фонды в Татарстане, поддерживающие начинающих талантов? Да, во-первых, есть региональные татарские гранты и субсидии, есть федеральные. Фонд кино, наверное, многие, кто про него слышал, все федеральное кино, самое массовое, самое дорогое, снимается за счет фонда кино. Кстати, как раз-таки фонда кино Татарстана нам, мне кажется, как раз и не хватает, потому что у нас выделяется, там надо, получается, иметь НКО, подаваться на заявку, и там эксперты уже будут в Министерстве культуры Республики Татарстан выделять на это деньги. При этом существуют темы, на которые можно снимать фильмы, то есть там коротметражный фильм по заданной теме, каждый год эти темы меняются. То есть есть прям список, да? Да, да, прям список на сайте каждый год вывешивается. То есть разыгрывался до конца марта, был прием заявок, сейчас, получается, уже должен быть результат, кто в этом году победил. Вот, там выделяется 2 миллиона рублей на полнометражный фильм, тоже тема всегда отдельная. Там, может быть, не знаю, культурные деятели, их истории, не знаю, там кино про детей и для детей. Как раз-таки я в 2018 году с Мартом Ахмедшином выиграл грант на производство полнометражного фильма. Там была тема про детей или для детей. У меня, конечно, не для детей фильм, но про детей. И поэтому он, как говорится, в эти рамки влез, и мы смогли на это выбить финансирование. И получается, если человек хочет снимать кино, и он до этого не снимал кино, у него, конечно, есть возможность податься, если он найдет НКО и так далее, заполнить заявку. Но шансов будет мало, потому что нужна какая-то бэкграунд у человека, должна быть карьера какая-то, хоть немножко до этого построена. Либо какие-то диплом, не знаю, киновузы, либо какого-то факультета кино в любом университете мира. Было хоть что-то. Просто прийти с улицы и требовать деньги. Можно, конечно, но это будет не результативно, я думаю. А так, краудфандинг есть, все мы знаем, Планета.ру, другие там, где люди вывешивают свои идеи и просят обычных посетителей сайта деньги на это. Ильша Альхамбай пытался на свой фильм собрать, там вышло как-то не так много, хотелось бы на Микулай. То есть там было 2 миллиона вроде, планка, он смог набрать до миллиона, что ли. Ну, там как-то вот тоже 50% можно вывести от суммы. Вот, ну, со скрипом идет. Именно народ не хочет финансировать, я ни в коем случае не обвиняю, я сам этим не занимаюсь ежедневно. Поэтому, как я могу обвинять кого-то в том, что они финансируют кино, когда это не его обязанность. Просто возможность желаний не такое еще большое, количество людей не такое, не такое большое, мало заинтересованных в кино, именно в продвижении. Также есть вот от нефти, тоже культурный фонд, где они каждый год разыгрывают определенное количество грантов. Там можно выиграть до 5-10 миллионов даже вроде, вот такие суммы. Но там в основном на все культурные инициативы. То есть там фестиваль детский в честь такого-то праздника, какой-то там сабантуй в доме престарелых, там, не знаю, что-то такое, понимаете. Или там, не знаю, ремонт в книжном магазине, в книжной библиотеке районной, где-нибудь в Альметьевске. Это тоже является частью культуры, ее надо продвигать. Не просто там все деньги выделяются на кино, анимацию, либо там какие-то интернет-проекты. Очень много других сфер, в которые тоже нужны финансовые вливания. И поэтому я бы посоветовал начинающему режиссеру начинать с большого фильма не стоит никому никогда. Человек надорвется и может разочароваться в профессии, потому что у него не будет получаться, не будет получаться у всей команды, а будет безумные стрессы. Поэтому у всего должна быть какая-то теста, скажем так. Надо протестировать свое умение, взять маленький клип, маленький документальный фильм, разобраться, как работает камера. Вот уже спустя, только как обучение в любимом киновузе идет, и спустя уже несколько литераций своих проектов можешь актеров заставлять говорить в кадре. А потому что люди очень часто, кто кино хочет снимать, они приходят с большими амбициями. И чаще всего после какого-нибудь любимого фильма. А эти фильмы чаще всего дорогие, исторические, блокбастеры, криминальные. Все хотят как раз-таки сделать то, что им очень нравится. Редко кому-то нравится. Мне, не знаю, там социальные драмы. Кто такую фразу говорит? Никто не говорит. Людям говорят, мне нравятся ужастики, мне нравятся фильмы погони, там еще что-то. Поэтому люди, когда приходят в профессию, они пытаются как раз-таки сделать свой первый жанровый фильм. А сделать жанровый фильм, это надо понять, как работает жанр. Просто пытаться сделать какую-то имитацию криминального фильма будет большой ошибкой. Поэтому не стоит ни в каком случае делать полнометражный блокбастер своим первым фильмом. Это не выйдет на 100%. Это, конечно, только бездонное финансирование, есть и 20 миллионов советников, которые будут помогать юному дарованию. А в каком жанре был ваш первый фильм? В каком жанре был ваш первый фильм? У меня мой первый жанр был экспериментальный. Вот да. То есть я просто как раз-таки насмотрелся подобных фильмов. Тоже там про всякие призраки, перемещение во времени, грузение совести, какой-то вот внутренний конфликт. И все это я пытался запихнуть в свой первый фильм, даже сам в нем снялся. Никогда никому его не покажу. Это стыд такой, что лучше в подземной провалиться. Но тем не менее я многому научился, очень много шишек набил. И эти ошибки стараюсь уже больше не допускать. Во-первых, себя в кадр не пускай ни в коем случае. Это, не знаю, нельзя так делать. Мало у кого получается в кадр играть хорошо. Только у Буди Аллана, не знаю, у других каких-то великих актеров-режиссеров. То есть вы закончили свою актерскую карьеру, получается? Да, не успев начать. Нет, я еще снимался там, будучи студентом, у других ребят, одногруппников в фильмах. Но сам не хочу, никогда не любил это тело. Есть у Паши москвина такой, короткометражка прилипает. Но там, к счастью, я рот не открываю, словно говорю. Да, для этого слова нет. Поэтому еще сносно смотреть можно. Если бы начал говорить, это все пиши пропало. Алексей Александрович, а есть ли спрос на татарстанские картины на международных и всероссийских фестивалях? И насколько мы там интересны зрителям и жюри, как участники? Конечно. Фестивальный мир, он такой, на самом деле, это очень сложная штука. И они, фестивали, во-первых, разных уровней, во-вторых, у них есть какая-то своя специализация. Есть фестивали, которые специализируются именно на каком-то национальном кино, например, кино тюркских народов. Естественно, любое там именно татарское кино на татарском языке, оно прям как целевая, можно сказать, туда подходит. Другие фильмы, ну то есть другие фестивали, например, бессмысленно с этим соваться абсолютно. Зато есть какие-то другие татарстанские картины в Татарстане. Не только же, допустим, постановка татарской классики или не только на татарском языке снимают, все очень разное. Другие фильмы в другом месте могут быть. Вот, но да, если честно, этих фестивалей так много и настолько они разного уровня, что я вот часто говорю, если вы вообще что-то сняли, где есть начало, середина и конец, и вот если вы на каком-нибудь фестивале не получили приз за это, то есть даже за самую отвратительную работу, все равно найдется фестиваль, который тебе за это даст приз. Ты, значит, просто мало посылал, плохо работал с этим, любая дрянь найдет свой фестивальный приз где-нибудь. Но это вообще просто как эта штука устроена. А вообще-то татарстанские фильмы, они как раз всегда и очень часто получают призы на разных фестивалях и российских, и международных. Другое дело, что, как и во многих других регионах, вот начинается такое, что уже сами представители индустрии, сами режиссеры, неинтересно становится снимать кино для фестиваля. Потому что это только людям со стороны кажется, что фестиваль это что-то такое, вот тебя там признают, там ничего подобного. Если ты получил приз на фестивале, это не значит, что ты великое искусство создал. Там тысячи стечений обстоятельств может быть, побеждают всегда или очень часто не самые лучшие отнюдь, потому что там какое-то вот между жюри какие-то соображения, почему вот этому дали. Я как работал в стоке жюри и знаю вот эти механизмы, да, и на отборе работал в фестивале. И в конечном счете, если ты достаточно много снимаешь и достаточно много, ну, если ты талантливый режиссер, у тебя через некоторое время вот эти вот фестивальные дипломы, статуэтки, они копятся, копятся, копятся. Сначала так тщеславие радует, а я великий режиссер, вот у меня там статуэтка есть, потом еще статуэтка еще. Потом через некоторое время понимаешь, что это ничего не дает. Вот эти дипломы, у меня эти дипломы, такие сумки, они у меня были сложены на балконе в ящике, просто они занимают очень много места, поэтому я их потом уже стал из рамок вынимать. И просто, ну, в обычную папку складываю туда, потому что уже не радует, неинтересно. И начинаешь, а чего ради ты фильм снимаешь? Я снимаю фильм для того, чтобы много зрителей захотело посмотреть. И вот я хочу зрительской любви. Я хочу, ну, то есть не в смысле вот там любой ценой, а снять такое кино, чтобы миллионы людей смотрели и сказали спасибо за то, что вы это сняли. Я хочу, чтобы мой фильм в кинотеатрах шел, чтобы кинотеатры говорили, мы продляем вам еще, допустим, на один уикенд, потому что зрители на вас ходят. Вот это признание, оно вот в тысячу раз выше, чем весь этот мусор из фестивальных дипломов. Ну, я не говорю там про Каннский фестиваль, Берлина или там, или Оскар. Это понятно, это круто. Но в основном вот эти вот фестивальные, это такой шум просто. Вот. И это своя индустрия, там люди свои деньги осваивают тоже через разные гранты. И все, и соответственно, то, что делают в Якутии, у нас Татарстане и так далее, вы же видите, самые резонансные фильмы, это не те фильмы, которые на фестивале ориентированы. Это те фильмы, которые в кинотеатрах пошли. И вот начинают гордиться, смотрите у нас там в сетях, смотрите у нас в торговый центр, приходишь, там какой-нибудь восьмизальный кинотеатр, и там мое кино идет. И не просто один там показ, и не бесплатно, а люди деньги готовы платить, и он идет, и через неделю смотрите, еще идет, а вот еще идет, и уже там два месяца идет. Это же надо, да? Вот это гораздо больший повод для гордости, что ли. И все, естественно, хотят, первое, хотим, чтобы не только у нас, хотим, чтобы это было в разных городах России, и хорошо бы за рубежом. Возьмите, допустим, вот сейчас Тарлан Юли Захаровой, совместная российско-казахстанская картина. Она сейчас и в Татарстане уже, ну, как бы имеет шансы в тройку самых кассовых войти, ну, по крайней мере, в пятерку уж точно. И при этом она еще в Казахстане что-то собрала, Айсулу фильм, допустим, собрал в Турции. Ну, водяная отдельная тема, он немножко в другой категории. Вот, но вот за этим начинаешь гнаться. А то, что фестивальные призы, ну, так сказать, если не удалось тебе собрать в кинотеатрах, ну, это такое тишину у меня авторский фильм. Вот зато у меня там бумажка в конце фестиваля есть. Опять-таки, ну, я не говорю, если это бумажка ММКФ или бумажка там Каннского кинофестиваля, конечно, это крутая бумажка. Стоит ли тогда вообще участвовать на всероссийских фестивалях? Ну, это же способ продвижения твоего фильма. То есть, нет, конечно, стоит, во-первых. Давайте преднажим киношные темы. Фестивали — это твои бесплатные путевки потусить, тебя приглашают куда-то, тебя оплачивают дорогу, ты приезжаешь туда, живешь в гостинице, тебя возят на экскурсии. Хороший фестиваль типа кинотавра, там киношок, они еще там на югах, на пляже, ты там отдыхаешь. На показы не ходишь, ходишь на пляже, да, валишь. Ну, это как бы тебе бесплатно подарили путевку на море, да, на неделю. Это многие кинематографисты, они вполне себе наслаждаются сладкой жизнью, разъезжая вот так по кинофестивалям. Даже ради этого одного стоит. Но на самом деле, все равно это способ продвижения фильма, все равно. На фестивалях, ну, допустим, показали его один раз в одном зале. Ну, хоть 150, хоть 100 человек, которые в этом зале сидели, посмотрели, это тоже твой зритель. А, допустим, ты подбедил здесь, 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 а потом с этим бумажкой можешь прийти в каком-нибудь онлайн кинотеатр, например, он тебя покажет. То есть, ну, да, стоит того. Другое дело, что это не главное, конечно. Хорошо. Амир Маратович, задам вам такой философский вопрос. Существует ли формула фильма прорыва? И знают ли они местные режиссеры и продюсеры? Каждый, кто так утверждает, что знает формулу прорыва, рано или поздно ошибается. Потому что такой формулы нет. Слишком много переменных в этом уравнении. Даже сколько звезд сойтись, чтобы просто фильм в один момент выиграл. Мы знаем кучу примеров, фильмов, которые сейчас являются классикой, все им нравятся. А когда начинаешь изучать истории фильма, понимаешь, что фильм был провальный. То есть, даже самый какой-нибудь «Бойцовский клуб», «Бегущий по лезвию», «Зеленые мили». Они все... «Зеленые мили», конечно, в прокате немного собрала, но изначально-то не был фильм, который всенародную любовь имеет, как и «Побег из Шушенко». Это фильм, который прошли довольно скудно в кинотеатре. «Бойцовский клуб» вообще провалился. И таких примеров сотни, сотни, сотни. Так же, как и примеры фильмов, которые сейчас никто даже не вспомнит никогда, даже в гугле, наверное, не знаю, как его искать. Этот фильм был хитом в 85-м году, к примеру, там был самый популярный фильм. И таких примеров очень много. Я уверен, у каждого начала этого фильма стояли у истока люди, которые говорили, что этот фильм обязательно будет бомбой. И далеко не каждый из них был прав. Поэтому я не верю в какие-то формулы, потому что людям иногда может понравиться фильм, снятый на телефон за 20 тысяч долларов. Тот же самый паранормальное явление. Который собрал 280 миллионов долларов. Это самое прибыльное кино в истории относительно бюджета. То есть бюджетом 20 тысяч долларов. До этого «Ведьма из Блэр» была. Она собрала сотни миллионов. Конечно, в рекламу вложили миллионов 20, 30, 40. Это прямо вот представляете, фильм стоит 20 тысяч долларов, а реклама фильма 20 миллионов долларов. Это вот как вот фильм такой может провалиться. Потому что это гениально спланированная маркетинговая акция. Получается, чтобы фильм был непровальным, и чтобы он выстрелил, получается, нужно это бизнес-модель сделать. От качества фильма это зависит не так сильно, как кажется. Потому что «Сарафан», конечно, работает, но пример какой-нибудь «Аватара», где люди полгода ходили в кинотеатр на один тот же фильм. Я сам ходил шесть раз на него, не знаю, зачем. Вот какая-то фильм, есть какая-то магия на 2009 год, скорее всего. На второй фильм я уже второй раз никогда не пойду. Потому что он совершенно другой, уже приелся вот это все. Тогда это была новизна, тогда это было интересно. Они даже тогда проводили, знаете, за полгода до фильма в Суварплазе был международный день «Аватара», они так это назвали. Где любой желающий бесплатно приходил, надевал очки и смотрел 15 минут из фильма, который через полгода только выйдет. Я сходил, впечатлился, ползал, ползал, где сидел на это все, смотрел дело. И так этот день был всемирный по всему миру. В Москве, в Казани, в Париже, в Лондоне, в Лос-Анджелесе. В один день где-то надо было найти деньги, арендовать зал на один день в каждом кинотеатре в одном городе. И потом показывать 15 минутный отрывок. Это какая гигантская акция по финансовым вложению, сколько это стоило. Только чтобы ради того, чтобы через полгода фильм собрал 3 миллиарда долларов и поставил рекорд. Никто не знал, что так будет, хотя на это все надеялись. Поэтому я не буду говорить, что формула какая-то есть. Я знаю, что точно не соберет. Хотя нет, тоже вру. Фильм-артист, может, знаете, про немое кино, вышел где-то 5-7 лет назад. Взял лучший фильм «Оскар», французско-американский фильм про немого актера. Типа про закат эпохи немого кино. То есть фильм без слов, фильм черно-белый. Он шел в кинотеатрах, он получил главный приз на «Оскаре» и собрал 250 миллионов долларов, что ли. Вот как с немым фильмом, черно-белым в современном мире, может спать 250 миллионов долларов? Кажется, на его примере что-то легко, но если ты сейчас снимешь фильм немой и попытаешься его прокатить, его, во-первых, на любом уровне запретят показывать. Не запретят, не захотят выкупать прокатчики или другие какие-то онлайн-кинотеатры, дистрибьюторы или телевидение какое-нибудь не захочет в это вкладываться. Поэтому нужно, конечно, то есть снять хороший фильм — это работа режиссера, а продать хороший фильм — это работа больше продюсера. Поэтому я не продюсер, я не знаю, как продавать фильмы, я знаю, как их делать. Алексей Александрович, а каковы ваши прогнозы относительно регионального кино? Когда и посредством каких изменений мы сможем сказать, что в Татарстане кино не только существует, но и пользуется популярностью у зрителей? Я думаю, тут вопрос времени и маленьких шажков уже становится больше. Больше людей в кинотеатры ходят на наши фильмы, больше наших фильмов в онлайн-кинотеатрах появляется, больше наших фильмов в мультиплексах, да, уже выходят в этих. И вот оно постепенно-постепенно будет набирать. А вообще, что касается вот этих вот перспектив роста, ну, то есть, вот опять два направления. Татарское кино, как именно национальный татарский продукт, может быть, на татарском языке, может быть, и на основе произведений каких-то татарских классиков. Оно есть, всегда будет, и оно и сейчас достаточно развитое. У него есть свой преданный круг зрителей, и он не очень большой. Ну, просто, ну, вот татар, к сожалению, недостаточно много. И то, вот мы часто говорим, ну, вот, допустим, татары, сколько их всего, да, вот взять, например, сколько в Казани татар, которые готовы прийти на фильм. Вот именно, ну, то есть, татар столько-то, из них сколько вообще ходят в кино? Сразу вот так вот, условно, там, две трети отрезалось, вот столько-то. Из этих вот людей, сколько из них готовы пойти не на американский блокбастер, а вообще на какой-то вот такой необычный, вот опять вот столько отрезалось. Вот из этих вот сколько людей готовы смотреть на татарском языке? Потому что много татар, которые татарский язык и плохо знают, и, например, кино не хотят на него смотреть, хотя они татары. У тебя еще отрезалось. И вот от этих вот и так не очень большого количества зрителей, то есть, ну, допустим, условно, Казань, допустим, предположим, там, полтора миллиона, и, допустим, 750 тысяч из них татар. Вот урезается, урезается, и выясняется, что по-настоящему твой зритель, вот это столько, и теперь при ваших небольших возможностях рекламы, сколько из них услышат, что у вас будет ваш фильм? Вот еще урезалось. И вот из этих вот людей сколько смогут прийти в определенный кинотеатр, в определенное место, в определенное время? Просто вот чистая математика. И ты понимаешь, что ты собрал там два раза зал в мире, и, возможно, это все твои зрители, они кончились, потому что до этого дальше не дойдет. Да? Вот национальное кино, оно будет существовать, но оно, у него есть потолок. Оно, либо, ну, конечно, все надеются, что произойдет такой шедевр, что вот будет создан шедевр прямо на татарском языке, ну, его все будут смотреть, вся страна будет смотреть. Такое бывает. Возьмите сестренку Галибина, которую он снял на башкирском языке в Уфе, да, ну, в Башкирии, и который сработал на федеральном уровне. Он все равно сработал не как Чебурашка и не как там Вызов, да, который сейчас бомбит. Но все-таки для башкирского кино, конечно, это было там несравненный прорыв. Вот, это одна часть национальное кино, а другая часть вообще татарстанское кино. Я не думаю, что будет так, что вот есть московское кино, условно там питерское поменьше, а дальше вот эти вот региончики, они будут расти. Оно все настолько, вот технология, она настолько размывается, что уже, говорю, неважно, где ты сейчас физическим телом находишься, это просто будет единое пространство российского кино. И мы же не знаем, как много, допустим, вот мультфильм «Снежная королева», трехмерный, он, его купил Netflix, да, вот, то есть он смотрится вообще по всему миру, такой прям большой хит. Вы знаете, где он делается? Нет. Он делается в Воронеже. Вот кто бы, да, мог подумать, любой год, а вот взять, Сильянов рассказывал, они делали «Салют-7», фильм про космонавтов, и говорит, а вот делали компьютерную графику, компьютерную графику рисовали, допустим, дизайнеры в Москве, но не только в Москве, потому что на удаленке они могут рисовать где угодно, а просчитывали ее в Ханты-Мансийске, что ли? Потому что у них там база по просчету стоит. Ну, то есть вообще нет вот этих ограничений, где ты физически находишься. Понятно, что есть определенные у Москвы там преимущества, ну, во-первых, там деньги, и кто к деньгам поближе находится, у тех и к рукам больше прилипает, да? Во-вторых, ну, там артисты-звезды. Вывозить звезд, ну, то есть снимать звезд в Москве гораздо проще, чем их вывозить в какие-то другие регионы. Это всегда проблема их, так сказать, даже не в размещении, не во всех этих райдерах, а проблема в том, что в графике, очень сложно у них с графиками. Объединить, вот так вот взять, допустим, три звезды хотя бы такого топового класса и объединить, чтобы они в один день у тебя находились на площадке. Это просто такая головоломка, которая может потребовать там много месяцев, если не лет. решение, чтобы они у тебя сошлись. В Москве это сделать легче, да, например. Вот, ну, а в остальном, то есть, я думаю, да, придет к тому, что просто, ну, вот стираются дороги, как говорят, что дорогу скоростную сейчас построить до Москвы, да, будем доезжать быстро, там, за 6 часов. Но сейчас уже, ну, Москва, вот она рядом. Вот в Зеленодольск ездить рядом же быстро, в Дербышке еще ближе, а вот будет Москва так же, будем так же до Москвы ездить, все рядом. И мы все, получается, часть этой одной индустрии, и все вместе работаем. Вы возьмите Юру Данилову, да? на что же выпускникам по оператору, который снимает клипы, там, Blackstar, Мухгенштерн и так далее. Тоже вот вместе он помладше, Амира учился у нас в институте. И он там поснимал клип, а потом его позвали сюда, он сюда приехал, поснимал фильм, допустим, вот у Амира или там, у Ильдары Игофарова. Потом взял и уехал туда. А мы, например, наоборот, поехали. Я там сценарий написал, например, там, для московской картины, которая в Москве снималась. Ну, в таком духе. То есть вообще стираются границы. Национальное кино будет, оно будет поддерживаться. Во всяком случае оно точно будет до тех пор, пока будет жив язык и живы будут люди, которые готовы на нем смотреть. И знаете, конечно, вот татарское кино, это нужно, вот не зря Амир сказал про то, что деревенские сюжеты и так далее. Вот чтобы снять что-то национальное татарское, должно быть какое-то хранилище вот этой вот татарскости, национального вот этого материала. Эти хранилищ не так уж много. Во-первых, не зря вот татарское национальное кино, это деревня, потому что в деревне там хранится, там есть и традиции, и остались все там бабушки, которые все это, и костюмы остались, да, и язык остался. Вот второе хранилище песни, которые очень богаты, да, в Татарстане, и фольклоры, старые песни, ну, как старые, на самом деле они не настолько старые, они в основном там не раньше начала 20 века, но тем и тем не менее, это, ну, как бы народное, да, все. Это татарский театр, да, собственно, вот, трудно сказать, где еще прям большое хранилище, ну, литературу, допустим, классическое, да, наверное, если брать там, а я за гелязовый, ну, так это такое, ну, и еще там дальше, там, тукая, джалилья, да, понятно, ну, изобразительное искусство, наверное, в меньшей степени. Вот и все, если ты хочешь снять татарский национальный, ты по-любому будешь куда-то вот к этим областям обращаться, а иначе ты будешь сталкиваться, что там просто обычные люди, как везде, ходят, не знаю, в пятерочку, покупают там пепсикову, и все, а где татарский-то нету. То есть вот надо искать это хранилище. Теперь давайте послушаем мнение вопросов из зала. Уважаемые зрители, микрофон ваш. Здравствуйте. Хотел бы вас спросить, смотрите, вы говорили про кинотеатры, говорили про такие, как стринг-площадки, Кинопоиск и многие другие, которые у всех на слуху. А как насчет того, чтобы создать что-то наподобие только именно для татарских зрителей и татарского кино? Чтобы там были в основном только татарские? Татарский Netflix? Ну, что-то наподобие, да. Попытки были, и пока что не увенчались успехом, потому что, когда ты захочешь на Netflix, ты видишь там тысячи фильмов, десятки тысяч фильмов. Если ты видишь на такой сайте татарские фильмы, ты немного грустенько станешь от того, что ты за неделю можешь посмотреть все фильмы татарские за последние, не знаю, 10 лет. И поэтому все равно кинотеатры превратятся в смешение с другими какими-то республиками либо вообще федеральными фильмами. И появится еще один клон любого там старта, Иви и все такое. Поэтому просто создавать какую-то определенную базу фильмов нужно, потому что это на самом деле большая проблема, когда человек хочет посмотреть татарские фильмы, их негде посмотреть. На Ютубе выложены некоторые, а некоторые так и остались где-то у кого-то на компьютере лежать, и никто его никогда не видел, кроме парочки фестивалей. То есть доступ к кино отсутствует как таковой. Согласен, он должен есть, но не будет это коммерчески успешным проектом, я думаю. Там не будет ежедневно десятки тысяч человек смотреть это кино. Зайдут, может, в неделю 100 человек, посмотрят, все фильмы отсмотрят, наверное, поэтому потом забудут. Хотя только где-то на уровне сайта Минкульта должен быть какая-то база в кино. В Татаркино сайт у них есть, и там тоже как раз таки выложены фильмы, они как-то пытались сделать, он в моем кинотеатре. Но вот не знаю, выкладывают они до сих пор там фильмы или нет. Но пока что самое большое количество татарских фильмов на Ютубе и лежат. Надо просто знать название, вбить, возможно, трейлер хотя бы да будет. Я, во-первых, с тревогой смотрю, что вы пытаетесь раздавить очки своими полом, ногой. Слышите, это же невыгодно. Это все время возникало, и первый сделал Саха фильм, они сделали свой онлайн кинотеатр, платный тип, где можно смотреть. А зачем? Имеется в виду, вот, например, если вы тот, кто создает эту площадку. Ну, предположительно, конечно, есть тот вариант, при котором вы получаете грант, и вам просто надо его освоить, да, и вы создаете что-то, что, может быть, людям и не нужно. Бывает такое. Но, в принципе, если это коммерческая задача, вам надо заработать. Вы создаете эту площадку, вы понимаете, что у вас есть замечательные там 20 татарских фильмов на этой площадке и там 5 преданных подписчиков, и у вас затраты, вот, огромные, и вы несете большие убытки. И вы начали, что мне сделать, чтобы эта площадка работала дальше? Значит, надо, ну, а вот добавить туда, вот, пару каких-нибудь хитов голливудских, и, например, люди на хиты пойдут, а заодно там и татарская посмотрят, начинаете добавлять, и потом через некоторое время понимаете, что зачем лучше взять огромную базу фильмов, как то, что есть, допустим, у Кинопоиска или Уиви, туда добавить вот эти татарские фильмы и сделать тематическую подборку. И это в сто раз будет интереснее. Имеется в виду, сколько сразу миллионов зрителей к этим фильмам получат доступ. Вот не те, несколько человек, которые зачем-то подписались на маленький сервис. То же самое с точки зрения режиссера или продюсера. Вот у меня есть фильм, я хочу, чтобы его смотрели. Площадки за них еще... Вот это, кстати, не зря. У нас татарстанские фильмы более или менее выходят в прокат, научились выходить в кинотеатрах, а на онлайн-площадках их нет. Их же практически нет. Вот по-серьезному, чтобы фильмы были вот просто везде. Только там, ну по пальцам можно пересчитать фильмы, которые есть реально на всех площадках. Вот у меня как раз получается это сделать. Почему? Потому что это очень сложный механизм, и ты не можешь прийти на площадку, позвонить им и сказать, вот возьмите мой фильм. Во-первых, они с одиночным фильмом не работают. Там есть особые дистрибьюторы, которые собирают пакет, например, 100 фильмов, и они продают эти 100 фильмов. Но каждый из этих 100 фильмов они должны обосновать, почему зрители будут смотреть в площадке. Не нужны фильмы, которые просто в базе где-то валяются, они никогда не выходят в поиск, никто их не смотрит. Нужны фильмы, которые работают. Для того, чтобы они сработали, они должны пройти определенную последовательность. Они должны сначала в кинотеатрах выйти. Все равно кинотеатральный прокат это совсем другой буст. Потом у них идет, они продаются за деньги, потом они все в серии в аренду. Там SVOD, HVOD, AVOD, куча вот этих. Ну, короче, целая наука, целый курс можно читать о том, как туда выходить. И причем эти сервисы, они все конкурируют друг с другом, все хотят иметь эксклюзив. И, грубо говоря, если у вас есть татарская площадка, на которой вы можете выложить свой фильм туда, и там, я говорю, три подписчика, потому что кто будет подписываться за деньги на площадку, где там только 20 татарских фильмов, и больше ничего. Но как только вы там опубликовали, на все остальные онлайн кинотеатры вам путь будет закрыт. Все. Вы никогда туда не попадете, потому что вы уже там опубликовались. Точно так же, условно, если вдруг вам получится выйти где-нибудь на Иве, например, и вы договорились, на Иве выходит ваш фильм татарский, на всех остальных площадках вас не будет. Потому что все это... Вот как сделать так, чтобы выйти везде? Это прям целая операция сложная, когда договариваешься со всеми, с некоторыми иногда договоришься, а давайте у вас сейчас эксклюзив, а у других у нас получится через месяц, но, например, на других условиях, и даже выходить, они выходят в один день, в один час. И не дай бог, если этот фильм, например, утечет в YouTube хоть один раз, все, у тебя ни одна площадка не будет с ним работать. И вот как бы в свете всей этой механики существования собственного онлайн кинотеатра Татарского это просто бессмысленно. То есть, ну, либо, ну, попытайтесь вырастить, и да, будет, вот как Амин сказал, еще один клон вот этих площадок. А эти клоны, они не плодятся, они наоборот умирают помаленьку. Имеется в виду, как умирают, они укропняются, поглощаются, и в итоге останется, вон, возьмите, западные, собственно, эти онлайн площадки, там всего несколько лидеров, там Netflix, Amazon, да, ну, имеется в виду, именно VOD-сервисы, не кабельные каналы, типа HBO. Точно так же, допустим, взять Ближний Восток, вот у нас, допустим, водяную купили онлайн кинотеатры весь Ближний Восток, Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, там, тут, ну, тут соотдельно, по-моему, у них в другом этом, и есть онлайн кинотеатры, которые работают вот этот вот мусульманский, мусульманский стран, ну, которые туда дальше, на Восток, Филиппины, эти самые, вылетают уже из головы, да, вот, соответственно, ты вот с этими большими площадками заключаешь договор, если где-то еще, то, ну, у тебя этот контракт разрушится, если ты где-то еще попадаешь. Ну, понятно, что, допустим, в Татарстане это может быть другая площадка, в общем, целая система, ты работаешь даже не с одним дистрибьютором, ты работаешь, допустим, с четырьмя командами, у которых разные зоны, у которых разные времени, прав на которые передаешь эти фильмы, в общем, короче, мы говорим, иногда так снять фильм, любой дурак может, сделать так, чтобы зритель посмотрел, талант нужен, и это самое, вдохновение буза, ну, это шутка, конечно. Амир Маратвич, у меня вопрос к вам, вот такие фильмы, например, как Халима, насколько они популярны среди молодежи? Халима? Да, Халима Мула. Ну, Халима должен быть популярней, потому что он про молодежь, а, мол, он не про молодежь, а так, каждый раз, когда фестивальные показы есть, сказания, приходишь в зал и видишь, что в основном сидят, конечно, взрослая аудитория, даже, скажем так, более пожилая аудитория, бабушки, дедушки какие-то сидят, смотрят им это интересно, но тем не менее, каждый раз я вижу большое количество молодых людей, то есть люди ходят, не знаю, раньше думал, что это студентов нагоняют откуда-то, на показы, а потом выясняется, что нет, люди реально ходят на фильмы, интересуются, может, они тоже хотят кино снимать, интересующиеся, и просто пытаются понять, что происходит в мире кино в Казани, но я все-таки надеюсь, что вызывают у людей отклики, эти фильмы, они интересны зрителям, потому что темы подняты самые истинные, то есть темы самоопределения, самоуважения какого-то, и поэтому они понятны любому возрасту, эти проблемы у нас на всем жизненный пути будут преследовать, поэтому фильмы про это, мне кажется, будут иметь успех, хоть и с технических точек зрения, особенно Халима, я уже не могу, мне нравится в плане картинки, потому что мы снимали очень дешево, прямо на коленке, скажем так, сейчас я бы так уже не хотел снимать. Потому что слишком много условностей было, результат требовал большого вложения сил. К сожалению, силы были, но не хватало финансов. Смотрите, есть система такая, называется E-AIS. Вот есть прямо приложение для мобильного телефона, можно в это. Все фильмы, которые идут во всех кинотеатрах, вообще где-либо, если это не совсем пиратский показ, где там из-под полы, или если это не бесплатный, там автоматически туда попадают данные, каждый билет, где был куплен, как, и это открыто для всех, можно посмотреть. То есть люди вот не пользуются, просто вот сейчас спросили, да, вот сравнил. Тут нельзя смотреть тоже по ценам, потому что, ну, например, Мула Халима показывает Татар кино, Татар кино часто показывает в таких местах, где там билеты по 20 рублей, например, и так далее. То есть, много не собирает, но, а зрители на самом деле много ходят. вот смотрите, дайте по зрителям и назову. Халима, вот прям в реальном времени, да, смотрю, зрителей, 2749 кинотеатральных, а Мула 4095, так что оба с 2018 года, так что, соответственно, могу ответственно сказать, что Мула полтора раза популярнее, чем Халима. Ну, это что интернет надо брать, потому что оба фильма выложены на ютубе, и там на одном 150 тысяч просмотров, на одном 350 или где-то такое, при этом самый популярный татарский фильм в интернете это Крыщ, такой низкобюджетный комедийный фильм про мужчину, возвращающийся в армии, он там, как раз-таки у него под 900 тысяч просмотров, у меня как раз-таки это же разная с оператором. Не считай водяной, у которой 10 миллионов, но он просто нечистый на татарском языке. Сколько миллионов? Больше 10 миллионов. Но он там больше русского, чем, ну, то есть, он по татарскому, он больше русского. Был пока в кинотеатре? Конечно. Говорите, пожалуйста, микрофон. Такой вопрос я дам. А что вы посоветуете для людей, которые вот хотят создать свое кино? Может, какие-то советы для них? Во-первых, создавать его. Единственный способ снимать кино, это начать его снимать. Другого способа нет. Если вы это ждете, у моря погоды, как я жду идеи, у бюджета, когда подрастет актер мой любимый, когда состарится мой любимый актер, это все можно ждать бесконечно. В наше время мы еще ждали, часто камеры разные, типа, выходит новый фотоаппарат, он будет снимать еще лучше, чем прошлый. Вот сейчас вот выйдет, 4К появится, наконец-то будет там 50 FPS, а не 25. Вот все это начинается бесконечная гонка за идеальными условиями. Творчество, оно требует отсутствия идеальных условий, как говорится, художник должен быть голодным. Поэтому, если есть желание снимать и к этому есть стремление, то надо просто им пользоваться и набивать, набивать, набивать шишки. Главное, не расстраиваться, потому что вот всегда бывает такое опустошение после окончания сценария, когда дописал сценарий, ты чувствуешь, что написал полную чушь, ничего не нравится, хочу уйти из кино. Последний съемочный день закончился, ты говоришь, что все, все, ничего не получилось, вообще не так хотел кино снимать, ухожу из кино. После монтажа тоже. Там уже какой-то месяц, неделя такой, как в бар-камере посидеть, немного перевести дух, чтобы все будет хорошо, после этого снова миссил иметь. Я к тому, что не надо поддаваться на это чувство какого-то полного опустошения, потому что, особенно на ранних порах, оно преследует очень сильно, критик воспринимается тяжело, кажется, что ты делаешь все правильно, а спустя уже год смотришь, на самом деле, сколько ошибок допустил, например, в своем же первом фильме. Поэтому главное никогда не сдаваться и гнуть свою линию, потому что зачем нужно режиссер, который не гнет свою линию, это же очевидно. Еще спасибо за ответ. Еще такой вопрос, а как найти команду для создания фильма, где лучше, так скажем, искать? К сожалению, нет какой-то, ну, есть сейчас уже и чаты там, в каких-то графистах, РТ, в Телеграме, там полторы тысячи человек находится или тысячи человек, то есть там реально люди пишут, нужен оператор на завтра, там некоммерческий, коммерческий проект. Там есть люди и очень дорогие специалисты, есть и самые начинающие уровни, студенты, поэтому там люди, не знаю, как находят, не находят, но объявления появляются часто, прям каждый день кто-то кого-то ищет. И много люди там пишут своих объявлений, мол, я композитор, пишу музыку для кино, я там оператор, вот мой шоу Риу, посмотрите, пожалуйста, и так далее. Поэтому площадки есть, ну, команды, это не просто специалист, который выполняет работу, они чаще всего за деньги это делают, который тебя понимает, с которым ты уже что-то сделал. Поэтому на самом деле команда, она не собирается единоразово по щелчку пальцев, это надо получается на одном проекте поработать, тут приглянулся администратор, ты думаешь, ага, классная девушка, очень администрировать прекрасно, скажем так. На другом оператор понравился и вот спустя несколько проектов у тебя набирается такая база специалистов, которую ты бы хотел видеть на своих проектах. Конечно же, можно следить за кем-то в интернете, просто наблюдать за работой человека и говорить, что он тебе нравится и потом выждать момент или бюджет, когда появится, пригласить его на проект. А так, мне кажется, команда, она должна перетереться изначально в другом проекте. Поэтому спустя только нескольких проектов появляется команда, просто так ее не найти. Вот смотрите, если взять реально вот прям работающих в кино, постоянно снимающих молодых кинематографистов в Татарстане, на самом деле они практически все выпускники факультета кино и телевидения Казгик. Ну, процентов 80, если не 90. Почему? Не в том даже дело, что там вот учат, хотя учат, конечно, и там и лекции, и задания, и там всякие курсовые, но там эта штука она создает как раз вот эту среду. И ты знакомишься, все практически команды начинают с того, что вот ты сидишь, например, группа или группа параллельная с тобой, ты познакомился с этим и у тебя отсюда оператор взял, оттуда еще знакомого. Потом туда начинает кто-то прирастать, обязательно кто-то с кем-то разругается, кто-то откуда-то отвалится. В общем, прелесть киновузов и киношкол, если это серьезная киношкола, это в том, что вот ты попадаешь туда в эту среду и дальше от тебя зависит выстраивать вот это вот знакомство, нетворкинг, общаться с людьми, обрастать вокруг себя этими знакомствами. Вот я бы сказал, две самые главные вещи, которые делает киношкола, это даже вот не какие-то знания, потому что на самом деле знания, да можно и, ну неправильно так говорить, но можно, грубо говоря, не учиться, можно самому научиться и режиссуре, и сценарному мастерству. Но надо очень правильно знать, куда копать и надо именно вдохновиться. Вот на мой взгляд, вот это обучение, оно две задачи получает. Оно, во-первых, помогает людям вдохновиться, увлечься какими-то идеями и дает им, а по КП вот здесь, по КП здесь, по КП здесь. А то, что режиссер знает потом в результате обучения, 90% он сам это нашел. Он, может быть, это изучал, сам, может быть, он читал книжки, может быть, он смотрел какие-то фильмы. Ты никогда не знаешь, что даст режиссеру, но главное, что он, находясь в этой школе, во-первых, это его вдохновило на этот поиск, а во-вторых, он находился вот в этой среде, которая помогала ему искать. А у нас сейчас уже получается такая система межпоколенческая, то есть в плане, например, там Ильшат, допустим, учился, закончил, потом у него своя студия, там с группой ребят, и он говорит, а мне нужны там какие-то хорошие ребята приходят к нам, говорят, давайте мы возьмем. И вот получается уже более поздние курсы, которые не учились вместе, они даже не общались внутри института, но они начинают кидать ниточки туда, и допустим, мы у Амиры работали, да, ребята, которые позже гораздо учились с этим, и вот так возникает эта система, то есть должна быть какая-то кадрообразующая штука. Вот у нас, то есть, конечно, кадрообразующие, это не чаты в WhatsApp, это именно какое-то содружество людей, которые общаются вживую по-настоящему, это площадки и это образование. Надо, тусоваться надо. Вот из-за этого очень часто получается, что режиссеры, который, может быть, он сам в себе такой гениальный, может быть, его миллион талантов, но он нелюдимый, конфликтный, и он не тусовщик, и из него ничего не выходит, и никогда он не станет режиссером. Потому что, да, это часть твоей работы, тусоваться надо, общаться с кучей людей, цеплять знакомства, знакомиться с фестивалями, с отборщиками. На фестивале же тоже это часть только фильмов, что ты подаешь, и вдруг кому-то понравилось. А там больше половины программы, то, что отборщики знают каких-то режиссеров и заранее уже ждут, и они могут тебе позвонить и сказать, я слышал, ты снимаешь такой фильм, а присылай мне, я даже не знаю, откуда они знают, например. Но это же все часть знакомств, да, точно так же все какие-то, где ты получаешь заявки, это же твоя репутация, и твоя репутация связана не только с тем, что, допустим, у тебя какие-то призы вот такие вот красивые ты показываешь, а с тем, что вот просто тебя знают, ты пришел, и твое лицо всем знакомо, и все говорят, о, привет, так, конечно, мы с тобой там виделись. И когда эксперты смотрят заявки, они говорят, а вот этого человека я знаю, он был и там, там, мы с ним на таких фестивалях встречались, и тут он классные идеи, и вроде у него были какие-то классные фильмы, надо его, наверное, поддержать. И, то есть, вот все, все равно личное знакомство и личное обаяние, оно имеет огромное значение. Хорошо, если режиссер встретил продюсера, который, вот он один в него поверил, и продюсер за него дальше все эти проблемы решает, как, допустим, не знаю, Балабанов, да, тот же самый, который, вот Сельянов, в общем, решал всегда, продюсировал все его проекты, решал за него все вопросы, а Балабанов был, так сказать, такой человек в себе, вещь в себе, да, такая замкнутая и очень, очень необычная. Но в большинстве случаев так не бывает. И все, либо, ну, тебе как-то так очень повезет, либо ты понимаешь, что, а никто за тебя ничего не сделал, иди и делай. И если, ну, не нравится тебе бегать, тусоваться, писать, а надо, не нравится тебе соцсети, я вот не люблю соцсети вести, например, а надо, а приходится, потому что это нужно для чего-то, да, и не нравится тебе финансами заниматься, не нравится тебе сметы составлять, а надо, потому что иначе, ну, как бы, волшебная фея крестная не придет, из-за тебя вот так вот и все не сделает. Дорогие зрители, спасибо вам за дополнительные вопросы для наших экспертов. Сегодня в гостях программы были кинорежиссер, композитор, кинооператор и сценарист Амир Маратович Галиаскаров, и режиссер, сценарист, продюсер, композитор, член Союза кинематографистов России, преподаватель Казанского Государственного института культуры Алексей Александрович Барыкин. Большое спасибо вам за участие в программе «Развернутые интересные ответы». Спасибо вам. Спасибо вам. Сегодня татарстанское кино как процесс находится на этапе становления, сталкивается с трудностями роста. Республиканское кино ждет своего зрителя, а зрители ждут прорывных кинокартин на больших экранах. Так или иначе, рано или поздно, аудитория нашей республики и верим всей России встретится с новыми и оригинальными идеями татарстанских режиссеров, реализованными в замечательных фильмах разных жанров, отражающих волшебство и очарование жизни. Прогресс компенсирует трудный и тернистый путь становления нашего кино в мире киноискусства. Главное продолжать снимать, продолжать творческий процесс. А с вами была Зарина Ахмадулина. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok